Ну, мне кажется, в Америке как раз все нормально. Там есть уже четкий экономический рост, промышленность возвращается. Как ни странно, из Китая, из Вьетнама возвращается в Америку. Значит, условия есть для этого, создается новое предприятие. Маленький такой, полтора года назад ко мне приехал приятель. Живет в Майами, говорит, Андрюха, посмотри, вот показывает мне сайт, посмотри, какие. Я смотрю, реально, дворцы, тысячу квадратных метров, стоят там, не знаю, 800 тысяч долларов, миллион, там, со стоянкой для яхты своей, ну, просто гектар земли, пальмы. Это дворцы реально, мебель шикарная, это стоит миллион. За такой миллион на Рублевке такой дом стоит 20 или 30 миллионов долларов. Я так загорелся, там, начал что-то писать, писать, ну, что-то времени нету, все, забросил. А сейчас зашел на этот сайт, в три раза все подорожало, и ничего нету. Вот просто то, что было там какие-то десятки тысяч этих домов в продаже, сейчас нету ничего. И все в три раза подорожало. Значит, Америка, о чем это говорит? Вернулась, все, в Америке все нормально, в Китае все более-менее нормально, в Европе тоже. Поэтому оснований для какого-то такого сейчас кризиса, подобного в 2008 году я не вижу. Да, у России силой ряда причин будет стагнация. Все, рост там 1-1,5%, 2% в лучшем случае. Никаких там, как мы, удвоить ВВП, там, в два раза рост был там 6-8%. Такого, конечно, нас уже не ждет. Поэтому ждет без серьезных экономических мер, без серьезного стимулирования для создания, для создания развития малого и среднего бизнеса. Так и будем. Ну, слава богу, кризиса не будет. И на том спасибо.